Всем привет, друзья! Продолжаем прохождение модификации ОГСР. Сейчас мы находимся в темной лощине. В прошлой серии прошли основной сюжет в темной долине. Нашли документы в лаборатории Х-18 и сейчас эти документы нужно отнести бармену, то есть нужно нам попасть на кордон, ну затем в бар. Но пока мы еще дойдем до бармена, много чего произойдет. Допустим, здесь в темной лощине у нас имеется метка на Искателя. Необходимо нам заполучить у него четвертую часть карты, где должен быть изображен клондайк артефактов. Но, кроме того, даже думаю, может пока мы еще не доехали до Искателя, тут тоже чего-нибудь может произойти. Где-то же здесь еще должна быть банда Кульгауа, вроде как. Посмотрим. Так, вот я смотрю, кто-то здесь есть. Кто такие? Ага, а вот и банда Кульгауа, и сам Кульгауа, ну-ка. Может с вами можно пообщаться? Я, конечно, тролля убил. Эй, прячь волыну, чувак. В деревне, ну, я без волыны. Сталоны. Хм, дай мне пройти. Закурить есть? Нету. Тогда поищи, а то у меня от долгого отсутствия сигарет уже в трубочку уши заворачиваются, и ноги не слушаются, чтобы отойти. Ну, ладно. Так, а где же мне найти сигареты? Я, блин, выложил все в темной долине. Так, я тут пошарился по домам, и вот в соседнем доме нашел пачку сигарет. Отлично, сейчас мы ее как раз-таки и отдадим этому Сталоны. Ну, вот, возьми. Давай-давай-давай-давай, отходи. Что ж ты? Блин, давай я отойду тогда. Вот, отлично. Уже слышна там музыка. Да, атмосфера. О, день добрый. Ты кто такой? Сталкер. А ты? Это фигня, что ты сталкер. По масти кто? Не понял. Все ясно, ты фрейрок. Я блатной. Вали нахрен. Что это значит? Я в законе, сечешь? Да чего ж ты, мы же не в тюрьме. Секу, ладно, с этим ясно. Я по воровским законам живу, справедливым. А ты по мусорским, говеным. Потому разговора у нас с тобой не выйдет. Вали нахрен. Понимаю. Ага. Может попробуем по-другому? Ну, вообще, возможно, тут, конечно, имеет большое значение то, что мы убили тролля в деревне новичков. Ты кто такой? Так. Все ясно. Ты фрейрок, а я блатной. Вали нахрен. Понимаю. Так тоже не пойдет. Ну, остался последний вариант. Если нет, значит, эти квесты, которые тут возможны, мы просто не пройдем. Что это значит? Да чего ж ты, мы не в тюрьме. Вот ты хайло, фрейрская недорезанная. Значит, если не на кичи я, то я и по закону воровскому жить не должен. Это у меня в крови. Я за такое зубами порву. Мне похрен кто ты. Я блатной. Не уважаешь понятия, не уважаешь меня. Здесь мой дом и мой закон. Ты пришел ко мне, а ты не проявляешь уважения. Скажи, как тебя убить? Пером сработать или пулей? А может, придушить или шею свернуть? Мои гладиаторы все могут. Хм. Я тебя уважаю и закон твой. Не кипятись. Хм. Рожа у тебя вроде не мусорская. Уже неплохо. Кстати, насчет кипятка. Мне чифернуть надо. Воды нет, принесешь? Не вопрос. Тогда сгоняй за водой побыстрее. Взять канистру с водой. Так, ща погоди. То есть это где-то здесь прям? Канистру с водой. Емкость с водой. Да, ладно. Ну и где? Где-то тут. Вот она. Отдать воду авторитету. И что, все? Питьевая вода. Интересно. Ладно, хорошо. Допустим. Так, я вернулся. Сейчас заберем тут еще пластинку. И отдаем ему... Вот вода. Чифернем. Какой чифернем? Ты же шестерка на побегушках. Мне с тобой западло разговаривать. Пошел нахрен. Ничего себе. Понял. Ха, а если ответить мразь, то мы по идее их можем завалить всех. Но вы смотрите, тут у мужика вон какой-то ствол интересный. Плюс экзоскелет. Можно и попробовать. Почему нет? Как бы вряд ли что-то с ними дальше будет. Потому что, ну не хотят они идти на контакт. Да и тем более нам с ними тоже не особо тут дела хотелось бы иметь. Просто интересно посмотреть на квесты. Ну ладно, сейчас переиграем. Хотя погодите, погодите. Пока не будем переигрывать. Я вот загрузил еще сохранение до взятия квеста на эту воду. И сейчас ответил по-другому. Вот. Он когда просит нас принести воды, мы отвечаем. Первый раз я ответил, что не вопрос. Погнал за водой. И потом он меня послал. А сейчас мы отвечаем, я сюда не за этим пришел. А зачем же? Да просто заглянуть на огонек. Место безлюдное. Кругом лес. А тут люди. Вот и захотелось поговорить. Ну ёк, карный бабай. Ну ты штрих. Ладно, вроде не мент и не шестерка. Теперь говори. Расскажи, чего интересного ты к тому и быть. Книжки таскать умеешь? А то скучно. Книжки? Что? Если скучно, могу рассказать что-то интересное. Ну давай. Интересное? Ха, лады. Давай покумякаем о делах наших скорбных. Ты случайно не знаешь фраера по кли... Кухефилен? Хм. Знаю. Это лидер группы сталкеров. С ним приключилась беда. Что за беда? Да на кордоне я нашёл дневник группы сталкеров, в котором говорилось о вылазке. В общем, их было пятеро и за ними охотились. Убивали по одному. В руки к ним попала очень занятная информация. Филин один из них. Ништяк. Круто тискаешь. Как будто роман про графа Монте-Кристо. Ну, давай дальше. Ну, вообще-то это не выдумка, а реальная история. Я сам тому свидетель в некоторой мере. Ага. Гонишь ты, фраерок? Чтоб меня зона сжала, если вру. Чем докажешь базар? Ну, у меня есть кое-какие личные вещи этих сталкеров. Показать вещи группы Филина. На понт не бери. Хм. Ну, слушайте, блин. Сейчас я чувствую, если мы расскажем ему про вещи Филина, он нас сам грохнет. Ёкарный бабай, чухнявый. Знала моя ворская чуйка, что у тебя в кармане что-то реально лежит. Продай. Не могу, я должен раскрыть секрет этих сталкеров. Не гони, фраер, не продашь, сами возьмём. Так хоть при бабле будешь, а не с пером под ребром. Последний раз прилагаю. Ну, а сколько дашь? Могу бабла отвалить, пол лимона как с куста. А могу три чётких волыны подтянуть. Таких ни в кого в зоне нету, выбирай. Давай оружие. Маза. Теперь мы порулим на другую блатхату. Здесь наше дело сделано. Гудбай, Америка. Так, значит провалили мы задание на поиск остальных частей карты. И получили вот какие-то пушки. Мосинку, ФН-2000 и Кедр. Ну, блин, интересно, интересно. Так, ну, сейчас я отойду, чтобы рассмотреть эти стволы. Потом вернусь, там можно продолжить диалог. Но, честно говоря, я не знаю. Может быть нам всё-таки стоило и продолжить наши беседы. Прикольно. Прицел крутой здесь. Так, Кедр. Ну, Кедр как бы вообще стреляет 9-18. Мне такой не особо-то и нужен. А Мосинка? А Мосинка такая у меня уже есть. Да, такая Мосинка у меня уже есть. Я нашёл её в тайнике. Лежит, вроде я её выложил то ли в бар, то ли куда. Так что из этих всех стволов единственная крутая вещь это вот эта ФН-ка. Но я чувствую, что мы её всё равно у кого-нибудь дополучим где-нибудь там в районе Радар, когда будем ходить. Поэтому, как бы, не особо-то и выгодная сделка получилась. Но давайте просто продолжим наши беседы. Посмотрим, может тут квесты какие есть у него. Ещё. Так, слушай. А что твои люди делают здесь в лощине? Место глухое? А какого хрена интересуешься? Вынюхиваешь, как шавка ментовская. Просто хочу помочь тебе и твоим ребятам. Ну, как-то это... Это как-то не по... Их языку будет. Не с милицией, не с долгом я не связан. Забей. Ага, понятно. Просто хочу помочь. Лады, но работа пыльная. Сечёшь? Здесь надо быть чётким, дерзким, как пуля резким. Работа предстоит и мокрушная, и побегушная, и ещё дохрена мутная. Нужно будет поработать не только граблями и копытами, но и башкой. Если у тебя очко при таких словах не сжалось до размера иголочного ушка, то продолжу. Чё скажешь? Ну, продолжай. Тогда цинкуй и запоминай. Та инфа по сталкерам их экспедиции, что ты мне сдал, очень ценная маза. Насколько... настолько ценная и козырная, что можно сказать, что ради неё я с ребятами здесь и чалюсь. Однако просечь, что эти фраеры намутили, это только половина работы, её сделают другие мои люди. Насчёт этого я тебя парить не собираюсь. О чём вообще замут? О бабле. Сколько тебе надо дать бабок, чтобы до конца жизни хватило, и чтобы не надо было на заводе, как лох по хате или артефакты, грёбаные на гробу таскать. Вот сколько и получишь. Это маза, которую надо рвать, иначе другие вместо тебя сорвут. Выражусь попконтретнее. Есть инфа, что где-то в зоне заныкан общак с жирными артефактами, причём уникальными. От первого до последнего. Мне один доверенный человек сказал, что все они потянут лямов где-то на 50. Так вот, базар сейчас идёт именно о том, как бы просечь, где эти ништяки лежат. Общие намётки есть из этих флешек. Но из той инфы, что у меня была, да, я это понял. Не понял, правда, что речь идёт о таких больших суммах, но тебе виднее. Я тебе отвечаю, что если общак этот скрытый надыбаем, то каждый из моих братвы миллионером станет. Ну и ты тоже. Без базара. В общем, ближе к делу. Моя роль во всём этом какая? Будешь работать лошадью. Чего? Да всё просто. Я тебе даю намётку, а ты копытами-копытами. Ха-ха. Не бзди. Шахой, тебя не перестрою. Вижу, что ты мужик. Но мужик должен работать. Будешь выполнять мои задания здесь, на этом районе. Ну и с чего начнём? Начнём с твоего погоняла. Вернее, с того, что его у тебя нет. А надо придумать. Ну, блин, слушайте, интересное задание. Может, мы и правда нормально поступили, что сдали ему эти флешки. Теперь как бы будем немного по-другому выполнять этот квест. Всё равно же нужно клондайк артефактов искать, но зато веселее будет. А чем меченый не прокатывает. Да хреново это погоняло, потому что похоже на моченый, то есть замоченный. Зона, зона. Дай кликуху, пацану. В общем, выбирай, как я и моя братва тебя кликать будет. Дерзкий борзый перо дракон. О, блин. Ну, давайте дерзкий, как пуля резкий. Ништяк так и будешь называться. Дерзкий, потому что не западло тебе было одному ко мне прийти. Хорошо, что теперь? Надо найти и слить одного лоха. Погоняло у него соответствующее. Чухан. Вернее, раньше он на Хмурого отзывался, но со временем... Скурвился. Перестал мыться и харю брить. Зашевел. Пердел. Когда пацаны кушали. Короче, мы решили его отпустить, так и сделали. Ну и погоняло сменили. А этот Чухан взял и свалил. Да еще я в отместку стыбзил мой именной Чифербак. Короче, надо эту тварь найти, замочить ей Чифербак мой вернуть. Уяснил? Уяснил. Давай наводку, где он ошивается. Недалеко отсюда, ты сам пройдешь, или мои пацаны тебя наточили, подкинут. Ну, можно и подъехать. Так. Ну и где тот Чухан? Вот там, впереди, у тоннеля автобус стоит. Походу, его в последний раз там видели. Прошу жти. Заметано. Так, ладно, хорошо. В тоннеле автобус стоит, говоришь, да? Ну, сейчас прошерстим. Да, что-то там есть. Вроде автобуса. Но никакого Чухана я не вижу. В контактах тоже ничего нету, никого. Так. Ну и где ты тут? А нет, смотрите, есть. Кстати, это друг. Неизвестный нейтрал. Мир в хату, брат. Не вали меня, бродягу лучше побазар... Не вали меня, бродягу. Лучше побазарим давай. Ну, давай. О, здорово. Ништяк, брателло. Зачехли волыну. Лучше посидим, покурим, перетрем. Ну, давай, спешить некуда, о чем базарить будем. За жизу нашу воровскую. Ты сидел? Нет, не довелось. А я отсидел 4 года, статья 113. Сечешь? Я уголовный кодекс наизусть не помню. Знаю только статью номер 666 за изнасилование крупного рогатого скота. Ха-ха, жеткать, братан, жеткать. Ха. Заценил твои приколюхи. Ладно, говно в сторону. Я даю тебе наметку на реальный хабар, а ты меня отпускаешь. Маза? Ну, тогда вали по-тихому. Но чифербак верни, пахан обидится. И в зоне больше тебя, чтобы никто не видел. Вернуть чифербак к ульгавому. Так. И получили тайник чухана, метка на карте. Вот он этот чифербак. Большая алюминиевая кружка, в которой зэки вварили очень крепкий чай, именуемый чифиль. В нищей зачем-то просверлена дырочка. Хм. Интересно так, а что за метка? В лощине или где? Нет, это к ульгавы. Так. А метка вот здесь, что ли? Да, хабар чухана. Ладно, хорошо. Ну, сейчас прогуляемся, или может нас отвезет этот товарищ. Обратно, а то тут через всю локу переть. Похоже, придется через всю локу переть, потому что наш товарищ этот уехал. Вот же, блин, зараза. Ладно, пойдем пешком, заодно тут артефакты пособираем. А это, блин, был и не артефакт. Мне показалось издалека, что здесь артефакт светится. А это просто камень. Ха. Топаю я сейчас в сторону этого кульгава. Но вот, проходя мимо заправки, конечно же, нельзя не забрать хабар чухана. Сейчас посмотрим, что здесь лежит. Ну, такой себе хабарок, конечно. Но что-то есть, что-то можно взять. Это пускай здесь, наверное, и остается. Кстати говоря, раз я тут рядом с заправкой, хочу кое-что сказать по поводу этой самой заправки. Там вот, если подойти поближе, видно, что кто-то лежит. Жекан из группировки Чистильщик. И если подойти еще поближе, то там появится новое задание. Но я пока что туда не пойду. Просто не хочется сейчас загружать в себя целой кучей квестов. Давайте сначала разберемся с кульгавом. И потом уже пойдем сюда на эту заправку. Я уже приближаюсь к кульгавому. Но здесь выброс начался. И, блин... Как вы помните, по заданию того эмбриона, который был в лаборатории X-18, там какой-то артефакт, хамелеон, нужно нам найти. И он вот появляется как раз перед выбросом. Тут пока аномальные болты. Но вот надо смотреть в оба. Может, где-то появился этот самый хамелеон. Но вроде ничего не видно. Хотя я сейчас, поскольку бегу... Может, он и заспаунился где-то рядом со мной, а я его пробежал. Ну ладно, выбросы еще будут. Если сейчас не найдем, то еще, надеюсь, попадется нам. Так. А это что, в воздухе висит тоже болт? Ну, похоже на болт, но... Что это еще может быть? Просто не хочется под выброс, блин, попасть. Скорее всего, это аномальный болт. Правда, странно, он как-то там завис. Ну-ка, иди сюда. Больше вроде ничего не светится. Да, это болт. Ладно, все. Надо уже спасаться. Иду в дом. Да, вот именно. Давай, давай, давай. Энергетики, кстати, закончились. Надо успеть добежать. Давай, дружище, немного осталось. Похоже, можно в этом доме переждать. Давай, 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 давай. Ну уже. Все, мы почти, почти, почти зашли. Все, вот тут вот пережидаем. Здесь же можно переждать? Это же обозначено место, где можно отсидеться, правильно? Укрытие, да? Да, все нормально. Тогда здесь подождем. Можно переберечь какую-то фигню. Кстати, вот под такой штукой было бы круто спрятать с днем. Ну, здесь ничего нет. Ладно, ждем. Ёкарный бабай, посмотрите, что здесь появилось. Ё-моё, прям вот рядом с укрытием. Вот он, хамелеон. Отлично. Так, артефакт проявляется в себя только в преддверии выброса, когда уровень аномальной энергии достиг пика, а до сих пор неизвестны случаи его обнаружения сталкерами. Да, никаких свойств он не имеет. Ну и ладно. Все, выброс, похоже, закончился. Уже солнце вышло. Да, красота. Эй, прячь валыну, чувак. Ты чего меня не дождался, а? Пришлось топать. На своих двоих. Автомобиль банды. На нем нам ездить нельзя. А где наша тачка? Вот она. Все нормально. Я же пробежал как-то, даже не обратил внимания. Лучше бы водки принес. А я вот принес тут кое-чего другого. Вот этот чифербак. Вечер хату я кружку принес. Ну-ка, ну-ка. Че за фигня, фраер? Это же дырявый петушиный чифербак. Ты что, зашкварить меня хотел? Пасть порву. С чего это он, петушины? А с того, что дырявый он, видишь? Спецом кто-то дырку провертел, чтоб пальцем закрывать, когда пьешь. Так на зоне помечают посуду, с которой петухи хавают, чтобы, не дай бог, пацаны из нее не использовали. Зашквар. Честное слово, не в курсе таких тонкостей. А, блин, да, ты же не сидел. Лады, по незнанке не канает, забили. Но чифербак за помои, нахрен его. Этот чухан мне перед смертью отомстил. Точняк. Ты же его завалил, надеюсь? Ха, ну разумеется. Тогда перейдем к следующей наметке. Ты думаешь, дерзкий, что это за фигня была с этим чуханом? Правильно, Сечешь, это чисто проверка была. А по делу, мои ребята с помощью той инфы, что с твоей флешки упало, продвинулись конкретно. Узнали, что офигевшие фанатики натаскали кучу жирных артов и снычковали их с помощью аномалии, но не простой. Короче, есть такие аномалии, что чисто мозги пацанам пудрят. Вместо того, что есть. Херню разную показывают. Сечешь? Они спрятались в артефакты в пространственной аномалии. Реально ты в теме, я отвечаю. Так вот, еще мои пацаны узнали, что аномалии это, чтобы я ее... на рыле вырос. Где-то на севере находится. А где именно, пока не просекли. Тут есть одна фишка. Был один чел, который типа знал этого филина, что экспедицию организовать хотел. Кликуха его дрозд. Сам барыга, точнее, стремится к тому, чтобы им стать. Я пробил по этому дрозду и прикинь, оказывается, что он в наш общак бабки задолжал. Причем давно. Мы периодически трясем жирных нахабар фраерков, снующих поблизости. Не мочим, просто выговариваем скидываться в общак. Кто скидывается, кто отмазывается. Так вот, этот дрозд как раз из последних. Отмазался, причем давно. Стало быть, проценты наросли нехилые. Короче, нужно его и на инфу о клондайке тряхнуть. И на бабки пробить. Должен он сто кусков. Мочить не надо. Заметано? Заметано. А где его найти? Да вроде здесь он, в лощине. Мой водила точнее знает, он тебя и подкинет. Или сам пойдешь? Ну, лучше поеду. Лучше бы водки принять. Без лоха и жизнь плоха. Ну че, а где этот барыга дрозд? Занычковался вон там, за теми камнями слева у дороги. Он лох беспонтовый, шмалять не будет. Надень, наесть как следует и он сольется. Сто пудов. Ща разберемся. За камнями? Он где-то здесь. Так, брателло, ты ж только не уезжай. Или опять мне придется через всю локу переть. А, ну тут в принципе недалеко. Так что ладно. Так. Ну и где он тут? Тут два. Три. Фрерыка. Ну че, здорово. Так, кто из вас тут кто? Вот где ты спрятался. Думал, не найдем, а? Привет, мужик. Чего это ты сразу наезжаешь? Ха, так я от Кульгауа. Блин, так и знал. У меня для тебя только две новости. Плохая и не очень. С какой начать? Ну, давай с плохой. Проценты за все время наросли. Теперь ты должен парням сто тысяч рублей. Ну и проценты у вас. Был должен десять кусков. Через месяц уже сто. Ага. А вторая новость это то, что ты должен слить мейнфо о Филине и его экспедиции. Все, что тебе известно. И это вы пронюхали. Мужик, послушай меня, пожалуйста. Я вижу, что ты не такой утырок, как все эти из банды Кульгауа. Возможно, ты с ними недавно. Я хочу объяснить себе, почему не смог вернуть деньги вовремя. Собственно, я и не занимал их у Кульгауа. Просто планировал наладить свое дело. Закупил партию снаряжения, продуктов, медицины, одежды, патронов и прочих нужных сталкерам вещей, чтобы торговать ими. Просто бизнес, ничего криминального. Однако эти гады узнали об этом и наехали на меня, потребовав отстегивать им процент. Но я тогда еще даже ничего не продал. Мое дело зависло, партия товаров исчезла где-то в зоне, но бандиты не хотели ничего слушать. Я остался ни с чем, да еще и в долгах. Так, прошу, войди в мое положение. Объясни Кульгауаму, что и как. Тебя он должен послушать. Блин. Ну да, не повезло тебе. Эх, мужик, если б ты знал, как трудно мне пришлось. Я даже к долговцам обращался за защитой. Безрезультатно. Если ты мне подсобишь в этом деле, то я дам тебе очень ценную подсказку по Филину его тайнику. Договорились, но как быть с деньгами? У меня есть план. Помоги мне найти мой посерянный товар. Затем я реализую его и расплачусь как положено. И где он пропал? Здесь, в лощине. Его должны были доставить на грузовике. Водитель связался со мной по рации два дня назад и сообщил, что находится в километре отсюда. Далее связь прервалась. Мы ждали его, но, как ты понимаешь, не дождались. Вот приблизительные координаты того места, откуда он выходил на связь. Если найдешь там автомобиль, пригони его прямо сюда. А я расскажу тебе все, что знаю о Филине и его экспедиции. Окей, задача ясная. Горе-барыга. Где моя тачка, чувак? Вот это квест. Вот это я понимаю. Хотя можно посмеяться. Так, и где? Вот это что ли? Нет, это кульгавы. Блин, опять переться в сторону заправки. Так, мужики, у вас тут схрона нет никакого? Надо было бы вообще вот мне кое-что сбросить, потому что перегруз. Я сейчас, пожалуй, вернусь тут недалеко, в принципе. Или может не здесь, может где-то в другом месте сбросить, а где? Вот тут вообще должны сидеть еще мужики. Но к ним пока идти тоже не хочется. Надо по максимуму разобраться с кульгавым. Хотя не знаю, сколько там, насколько затянется этот максимум, поскольку нам же тут искать и искать эти части карты. Но в любом случае, пока мы в лощине, пока выполняем, работаем на кульгава именно на этой локации, ничего кроме... Ничего другого выполнять не будем. Так, похоже, я кое-что нашел. Поединялся вот на чердак этого дома, где кульгава сидит. Ага, нашел. Сейф. Стоп. Конторский сейф осмотреть. И что осмотреть? Осмотреть, но не активно. Ладно, это может быть по квесту. Поэтому пока что не активно. Хорошо. Знаете что? В общем, я прошелся по всем домам и нигде не нашел никакого тайника, ни ящика, ничего, куда можно было бы сбросить наш хабар. Поэтому можем вообще пока что открыть багажник просто и положить сюда чего-нибудь. Так, как только это сделать. Допустим, вот РПГ перенести. И... Заряд там к нему тоже 2 килограмма весил. Единственное, что если мы эту машину угробим, то хабар, по идее, весь пропадет. Вот этот заряд тоже сюда. Но все остальное можно, по идее, потаскать с собой. Вот уже разгрузились. Это пускай полежит здесь. Если не попадет, то Сидор будет рад. Ну а теперь поедем на этой машине в сторону заправки снова. Пока ехал по дороге, нашел ночную звезду. Ну вот. Приехал я к нужному месту. Так, надо фары, может, выключить. И вот он, похоже, этот грузовик. Тут еще рядом артефакт валяется. Заберем. Снорк бегает. Так, Снорк, давай-ка мы тебя уберем. Это не один он тут. Он еще трутся. А, так там труп какой-то. Давайте сюда, ребята. Он же, блин. Зараза. Так, еще вроде один был, или мне показалось? Да, он еще ползает. Все, готово. Так, надо это дело запить. Уже перегруз. Как так-то? Ну и кто здесь? Паша-механик. Детектор поиск. Нифига себе, детектор-сканер третьего поколения, используемый учеными. Благодаря трем независимым датчикам, приблизительное расположение артефакта относительно детектора показывается на специальном экране. Режим поиска артефактов включается переключателем на лицевой стороне прибора. В данном режиме способен обнаруживать все известные науки артефакты. Также детектор способен при наличии беспроводного соединения с GPS-навигатором передать на него координаты находящихся, находящихся поблизости аномалий. Вот это да. И ключ от грузовика. Нашли. Ну-ка, сейчас посмотрим, как он выглядит. Ну, если я артефакт выкину, допустим. Да, смотрите, прям вообще, как в Зове Припяти. Очуметь. Красота. И показывает аномалии, да? Так, а... Ага, но его вместе с болтом вот единственная проблема, не вытянешь. А как его вообще вытянуть? Где он находится? Вот здесь вот это, на какую клавишу? Как оказалось, на детектор не была назначена клавиша, я только что ее назначил в опциях. Ну и вот теперь... Можно его вытаскивать. Но с болтом... К сожалению... А, стоп. Блин, я не заметил. У нас же аномалии отображаются на миникарте. Все понятно. А если артефакт выкинуть, так может и артефакт тоже будет? Это вообще было бы... Нет, артефакт не отображается. Это было бы уже, да, слишком по-читерски. Ладно, хорошо. Все, забираем. И... Доставить груз владельцу. А ведь можно отогнать эту тачку кульгавому. Ё-моё, и тут какое-то раздвоение... Квестов... Блин, слушайте. Ну это да, тут придумали, конечно. Ну и что, если мы отгоним кульгавому? Я попробовал бы и так, и так. Ух ты. О, ё-моё. Вот это я понимаю атмосфера. К сожалению, я не смогу... Наверное, ставить эту музыку. Потому что YouTube может разозлиться. Хотя... Я потом проверю, может он не разозлится. Да, давно, честно говоря, от этих квестов не проходил атмосферных. Ну что, едем мы едем. И... В общем, я подумал. Может быть, неспроста появилась та надпись, что грузовик можно пригнать к кульгавому. Конечно, это не совсем... Ух ты ж, блин. Правильно так поступать. Но... Тем не менее... Если что, мы потом переиграем. Поэтому... Предлагаю попробовать, что скажет на это кульгавы. Возможно, как-то с тем сталкером по-другому можно будет... Ммм... Решить вопрос. Конечно, не хотелось бы... Его... Там как-то... Сильно напрягать, но посмотрим. Так, всё, приехали. Прячь ствол или получишь пули в лоб. Лучше бы водки принять. Вечер в хату, а вот и я. Ну что, этот барыган недоделанное бабло скинул? Не скинул, у него голяк полный. Однако я взял натурой. Пригнал сюда фургон с его хабаром, которым он барыжить собрался. Прокатит такая фишка? Хрен его знает, дерзкий. Хрен его знает. Что добро пригнал? Молоток, уважаю. Но, блин, его же ещё и впарить надо. Ладно, с этим что-нибудь придумаем. А пока я свистну водили, чтобы Точило отогнал куда следует. А ребята займутся грузом. Что там по филину? Ага. То есть, по идее, как бы всё. С тем... Сталкером вопрос закрыт. А Сталкер же что-то обещал ещё взамен. Если мы ему поможем. Поможем. Так, Дрож сказал, что у него был тайник и дал приблизительные координаты. Ништяк, значит, наклёвывается. Что-то. Отдохни дерзкий. Попей чиферку, покури водярову тробу зале, а потом копытами-копытами к тайничку этому чапой. Усёк? Усёк, проверю тот схрон. Так, слушайте. Ну, я не знаю, правильно мы поступили или нет. И где этот тайник? Искать. Шмон. Добраться до тайника Филина. А, он в тёмной долине. Запасной схрон Филина. Так, а давайте сейчас попробуем по-другому поступить. Ну, попробуем сейчас поступить по-другому. Выходим. И теперь с этим поговорим. Дроздом. Ну всё, забирай свою точилу. Вон он стоит. Чувак, ты меня спас. Теперь я смогу наладить торговлю в этих местах. Я рассчитаюсь рикетирами. Сейчас мои друзья отгонят её куда положено. Я вот не пойму. Ты же вроде нормальный. Чего с этими у турками связался? Деньги. Да уж, это такое дело. Всё равно желаю тебе удачи. Заходи на огонёк, на старую лесопилку, что южнее. Я выкупил этот лагерь у тамошних сталкеров и хочу организовать там совы торговую точку. Для себя самые низкие цены. Насчёт Филина. Он немного мне рассказал. Помню только, что были намерения раздобыть какой-то ключ. Что это за ключ и что он открывает? Без понятия. Больше инфы ты найдёшь в его запасном схроне в тёмной долине. Вот координаты. Ну, спасибо. Ага. Даёт ломать мясо. И наводку на нычку одного лоха. Нет? Или нет? Или это... А, понятно. Теперь здесь вот появилась метка. А почему нельзя посмотреть? Так, не понял. Поговорить с Кульгавым. Задание сейчас. Ладно, хорошо. Ну что, пойдём поговорим? Вечер в хату, а вот и я. Ну чё, этот Брыган недоделанный бабло скинул? Нет, не скинул. Там такая ботва. Его барахло, которым он барыжить хотел, в зоне потерялось. Пришлось мне его найти и вернуть. Зато теперь Брыган аж с нами рассчитается скоро. Дерзкий, я не пойму, ты чё, офигел? Ты на кого вообще работаешь? На меня или на этого пидорка дрозда? Я тебя за баблом послал. За баблом. Сечёшь? А не за тем, чтобы ты по зоне на корыте катался. Этот дроз считай нам с тобой по губам шершавым поводил. Не серчай, Пахан. Пойми, если Брыга в натуре дело своё поднимет, то мы сможем срубить с него гораздо больше, чем 100 кусков. Надо только подождать. А если не пойдёт дело у него? Или его тварь какая-нибудь завтра схавает? Короче, я тебе не лошар, отваливай бабло за него. Заколебало меня это всё. Ладно, вот 100 кусков, а с разом я сам сочтусь. Кстати, насчёт филина. Его запасной схрон где-то в тёмной долине. А если сказать нет у меня столько, что делать? Снимай фуфло и на общак клади. В дело пойдёт. Кстати, а что там по филину? Снимай фуфло и на общак клади. Нужно найти его запасной схрон, который находится в тёмной долине. Туда я и отправлюсь. Что он имел в виду? Снимай фуфло и на общак клади. Но деньги он не взял пока что. Ладно. А, комбез у нас забрал этот товарищ. Вот же, блин. Ну и как быть? Комбез как бы нужен. Хоть какой-то. Ладно, хрен с этим костюмом. Он всё равно был и так убитый. А ремонт бы стоил дорого. Так что, возможно, мы поступили и правильно, что отдали костюмы, а не деньги. Но, с другой стороны, сейчас надо где-то найти какую-то броню. Потому что так ходить, конечно, совсем не очень. Но, ладно. Пока что походим так. Может, что-нибудь попадётся. Вообще, при большом желании можно было бы смотаться где-нибудь здесь в какую-нибудь куртку новичка. Прийти и отдать им эту куртку. Может быть, это так бы и прошло бы всё. Но этим заниматься не хочется, переигрывать. Так что, будем продолжать так, как есть. Так. Ну, вот теперь нужно... Дрозд, мужик, заходи к нам на лесопилку. Есть работа для честных людей. Здорово. Потом заглянем. Но я бы сходил сначала, забрал бы этот... Тайник филина, нычка одного лоха. Да. Просто в одном и том же месте появилось... Появилось два тайника. Квестовый и не квестовый. Ну, ладно. Сейчас сгоняем. Так. Я вернулся. Здесь, блин, сразу... Снова влетел в эту аномалию. Вот почему-то... А-а-а, это не аномалия, это чумной зомби. Вот в чём дело. Блин, а... Вот тогда тоже, когда мы выходили из... Выезжали из Тёмной Долины. Блин, кто прибежал. Влетели в какую-то фигню. Я думал, что это аномалия. А это чумной зомби был. Всё понятно. Так, надо с химерой разобраться. Кстати, что у меня по бинтам? Четыре бинта осталось, между прочим. И где взять ещё, не знаю. Сейчас надо будет, наверное, гулять по тайникам, искать. Было же бинтов там больше, наверное, 30 штук. Или около того. А теперь что? Ладно. Кстати, здесь ещё вояки могли остаться. Ну, если встретим, то кокнем. Надо с химерой сначала разобраться. Почему-то она... Ну, хорош уже. Так, есть что? Нет, ничего не попалось. О, военные объявились. Ой, они там с кабанами. Играются. Ладно, мы тогда пока пойдём. Здесь же ещё гаусс-пистолет предлагают. Мужики. Да, как обычно. Ну, не знаю. Можно, конечно, взять их, потом перебить. Но стоит ли? Ну, в принципе, давайте сейчас по-быстрому. Я думаю, мы с ними тут разберёмся. Так, возьмём этот свол в руки. Поставим одиночный режим стрельбы. Сохранимся. Слушай, классная пушка нужна. Я возле Янтаря нашёл кое-что. Тайник там был одним словом. Среди всякого там гаусска лежала. Гауссовка. Отлично, я тебе доложу штука. За 100 метров львова на повал. Могу уступить, если интересуешься. За 800 всего. Через 2 минуты вынесу. Ну, держи. 800. 2 800. Отлично, подожди здесь, я сейчас вынесу. Но сейчас он ничего не вынесет, это понятное дело. Так что нужно будет их всех перебить. Ну, может, найдём бинтов. Хотя они нас тоже могут сейчас подстрелить. У меня же брони вообще никакой нету. Слушай меня внимательно, Баклан. Ты слышал историю про Робина Гуда? Нет? А про Джоржа Справедливого? Так вот, твои бабки пошли в пользу бедных. Забудь про них и вали отсюда. Лошара. Попробуешь сунуться, Кам... Да, это была не лучшая идея. Конечно, можно завалить их вот прямо сейчас, но просто они пока что к нам нейтралы и не хочется портить репутацию. Так, это кто такой? Стопэ, ты куда? Упырь. Кстати, упырь. Его же заказывал там кто-то. Бармен, что ли? А куда-то намылился. Гадёныша, давай вали к своим. Может быть... Ну, когда мы тут ещё будем в тёмной долине? Конечно, можно было бы сгонять, сейчас взять у бармена задание на этого упыря. А он вообще убегает. Или погодите, может это специально так сделано, чтобы, типа, мы случайно вы не кукнули? Ну, ладно, смотрите, убегает, пускай бежит. Всё, он ушёл. Так, а как нам тут забежать? Так, чтобы они нас сразу... Блин, а как это, да, сделать? Ладно, сейчас сделаем вот так. Берём в руки гранату. Лимонку. Наготове. Забегаем сюда, они становятся врагами. Кидаем и потом сразу... Опачки. Всех вынесли. Вот тут кто-то остался. Ну, где вы там? Готовы. Так, а тут подозрительный тип одиночка. Ещё вон в том ангаре. Интересно. Одиночка в смысле нейтрал. Эти тоже одиночки, но они к нам враждебны. Так, где он там трётся, ё-моё? Что за фигня? Всё, готово. Так, всех осмотрим. Может, попадётся у кого какой-нибудь ещё комбез. Было бы неплохо. Вот тайники заодно тут. Так, это всё дело берём. Сейчас надо будет разрядить и выбросить. Вот уже даже пришло это время. Выбрасываем. Кстати, я с собой таскаю этот кедр. Надо бы его куда-нибудь выложить. Не хочется просто так продавать. Вроде же этот Кульгавый говорил, что даст нам три ствола. Каких-то самых крутых, топовых. Может, действительно, пока что этот кедр такой уникальный. О, какой комбинезон совсем. Но, мне кажется, лучше, чем ничего. Так что пока что этот уникальный кедр, может быть, не стоит продавать. Или что-то с ним делать. Потом, может быть, решим. Вдруг он понадобится кому-то. Там по побочному квесту или ещё как-то. А что за подозрительный тип тут сидит? Привет. Ничего, молчит. А давайте вот прямо сюда этот кедр сбросим. Запомним, что мы его тут оставили. И если что, когда-нибудь, может быть, вернёмся. Хотя, конечно, маловероятно. Так, сейчас сюда ещё вот это надо бы выложить. Ну и уже перегруза у нас нет, но мы возьмём... Только мы возьмём тот тайник, так сразу перегрузы появятся. Поэтому что-то надо сбросить ещё. А что? Артефакты, что ли? Но они тут так и останутся лежать. Ладно. Не будем ничего пока что сбрасывать из артефактов. Потом, я надеюсь, может быть, здесь вот на лесопилке продадим дрозду. Или ещё какому-нибудь торговцу. Эти арты. Так, а сейчас давайте посмотрим, что нас ждёт здесь. Найти способ забрать содержимое. Дверь заперта. Интересно. А чебурашка нам не подскажет ничего? Ну, по крайней мере, он... Ничего не произнёс. Да, этого квеста у него нет. Ну и что делать? У меня, конечно, есть очень подозрительная идея просто шандарахнуть из-под ствола по этой двертке. В теории она должна разлететься в клочья, но, чувствуя, ничего не получится. Да, куда уж там. Ладно. Значит, что-то надо по-другому. Вот там вот сидит подозрительный тип. Может быть, теперь он что-то скажет? Ух ты! А тут появился какой-то решало. А упырь, кстати, врагом стал. Ладно, не будем упыря трогать. Может, потом действительно возьмём у бармена квест на этого упыря. Короче. Ха, нарисовался. Откуда меня знаешь, сам-то кто? Да не шельси, дерзкий. Братва Кульгава друг друга в курсе держат постоянно. Так ты отпахана? Но что здесь делаешь? И как успел меня опередить? Не тормози, радио ещё сто лет назад придумали. Я местный смотрящий, держу общак братвы, разруливаю тёрки, решаю проблемы. Может, ещё знаешь, как тайник Филина вскрыть? Дело важное, сам Пахан в нём заинтересован. Уже заценил. Там дверь козырная. Да плюс ещё и старая, тяжёлая, монтировкой не сковырнёшь. Да очередь по замку и ещё одну по петлям. Пробовал уже, не катит. Дверка жирная, видать, хабар у Филина не кислый был. Я вообще не советую сильно возле той дверки тереться. Там рядом сталкерская, фраерская малина располагается. Могут подойти и вопросы задавать. Я чего здесь засел? Чтобы от этих лохов подальше. Короче, есть другая маза. Излагай. Мы эту дверку аномалии сковырнём. Есть такая шняга, что когда артефакт в руках по-особенному покрутить, то он в аномалию превращается, типа активируется. Надо взять арт, который родит грави-аномалию, трамплин, и чисто под дверь эту сволочную подбросить. Тогда ей капец. А внутрь как попадём? В том-то и прикол, что если обычный арт подбросит, то проход будет запомоен. Надо специальный артефакт подобрать, чтобы аномалия получила слабая или вообще исчезла после тычка. У меня был один такой, но я его по-незнанке скинул знакомому корешу. Надо найти этого чела, отбашлять ему, потому что он блатной, забрать арт и выпилить нахрен эту дверь. Вот такая вот шняга. Ну давай его координаты. Это здесь, типа рядом. Дверь мне запили. Ну и вот этот товарищ находится, кореш Реша, где-то здесь. А вот эта метка, кстати, я только сейчас допёр. Похоже, это метка на того странного сталкера, эмбриона. Из лаборатории Х-18, скорее всего. Где этот квест? Вопрос бессмертия. Да, это он. Ну что, надо топасть к тому мужику. Сейчас, корешу. Решалы. Фига себе, это упырь тут пришёл. Блин. Ну ладно, придётся его убить. Хрен с этим квестом от Бармена. Чего уж тут. У этого упыря, кстати, имеется такой вот ствол. Интересный. Неплохо. Неплохо, неплохо. Ещё рюкзак нашли. Какой-то тайник. Не знаю где. Редкие артефакты. Этот что ли? Да, рюкзак сталкера. Похоже на то. Ну ладно. В общем, предлагаю пока что на этом закруглиться. Временно. Продолжим наше увлекательное путешествие уже в следующей серии. Сейчас надо будет, наверное, поспать. И вот завтра с утра пойдём разговаривать с этим корешем. А пока что всем большое спасибо за просмотр. С вами был Хьюк. Всем удачи. И пока.